всем привет сегодня произошло прикольное приключение я вам так скажу проснулись мы покушали собрались садить розочки вот проснулась даша и говорит а что мы мы сегодня шашлычок собрались сделать воскресенье же вы же обещали ее мои родители давайте думаете собрались я короче иду на рынок магазин вынька думаю сейчас мотнусь на машине ну чё тут раз два три блин так туда сюда обратно и все за пучком мотнулся я на рынок и вот заскочил в т.б. взять хлебушка и это самое там 4000 по мелочам вот и такой выхожу с отб смотрю под машиной лужа большая здоровенная лужа чего-то непонятного я сначала подумал что возможно ну не низ низ под моей машины хотя блин вспоминаешь я заезжал на чистое место а там не чисто нити короче блин ребята это потек антифриз как он вытек блин ё-моё заглядая туда ну как вытек уже такая большая ну думаю блин может трубка лопнула смотрю да вроде трубка лопнула думаю ладно дома доеду ё-моё собираюсь короче и еду 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 посмотрю перегрев двигателя думаю все капец надо остановиться остановился посмотрел а у меня полностью лопнул лопнул термостат полностью то есть на две части разделился кто не знает вот такая вот штука видите нас двух частей и вот короче в этом моменте в этом моменте она разделилась вот короче обзвонил всех обзвонил всех обзвонил все короче магазины работают интернет магазины блин два дня три дня на доставку короче ждать жопа какая-то блин думаешь все делать что делать рынки то закрыты магазины закрыты ё-моё вспоминаю про гаражи где ремонтировался пацану на гаражах перед переездом короче я зорим пополам доехал вот до переезда думаю спущусь вдруг работает сегодня воскресенье вообще-то не должны работать блин работают говорю есть случайно вы уже случайно говорю вас там завалявся в термостат блин а старенький какой-то дряхленький конечно завалялся посмотрели на меня так удивились а вот такие тю блин точно тоже магазины не работают блин да хрен тебе старый термостат одну короче блин ребятки помогли за полтосик короче я у них взял его вот сейчас короче сижу здесь вот у нас переезд вам там вот видно да вот возле переезда жду жду пока двигателя станет потому что пока я сходил к ним вернулся зашел на заправку он заправка там видно да она зашел на заправку взял короче этого блин воды взял блин дистиллированной просто воды потому что сейчас пока брать блин тосолну или антифриз это это дорого накладно тем более хочу поменять еще одну трубку и естественно новую помпу купить его помпу новый термостат купить и потом уже залить вот антифриз нормальный поэтому сейчас немножко надо приехать домой посрочному поменять поставить вот залить водички так что-то не потом уже думать где купить новый то ли через интернет заказывать то ли блин не знаю где его вообще шукать так что такие ребята пирожки вот еду домой уже около часа если не больше мы там же третья сейчас раз два три четыре пять пятая остановка пятая остановочка вот сейчас двигло прогреться остынет короче поеду дальше так что так ребята вот такое вот приключение сегодня со мной приключилось что это у нас даша делает хозяйка и у мою даже решила в очередной раз зашить коле штаны коля в очередной раз их разорвал полностью в хламыну но тогда даша решила их опять зашить ну посмотрим насколько в этот раз хватит хватит насколько ему хватит буквально пару приседаний и все не знаю не как так можно разорвать от корки до корки как вообще от пояса до пояса не реально дырочка ну маленькая ну хорошо дырочка но от пояса до пояса он что там наш может на шпагат просто пытается здесь там за домом сесть не знаю учится на шпагат я журеца такая дурно затея блин я прошлый раз ему ну еще те старые штаны тоже зашила заштопала так он их крест на крест порвал получается и по холошам пошло и как я же верю я не пойму как он там их рвал зашила ну что буквально пару дней только присел только отриси и опять пошло да ёлки палки я говорю коля блин я их заховала выкинула их ну как бы типа отложила ими удобно ткань такая короче удобно ею мыть полы там я не знаю такое отложила он же их нашел и одел опять ну это что чистенькие я говорю да их просто постирала а зачем ты их стирала если это на тряпке я говорю ну выстирала чтоб тряпочка чистая лежала на потом вот он их опять взял начал таскать я уже потом их взяла холоши просто поотрезала им чтобы он не таскал и вот а это другие приехал а это другие штанишки у него тоже а не же верю от 3 разорвал от резинки до резинки вы чтобы вы понимали как так можно их рвать я тоже не понимаю даша решила сегодня от карантина нечего с чем заняться я ударилась в готовку даша ударилась она кройка и шитья не как тут сшить конечно я без понятия если честно там тоже на крест порвались там блин вообще сейчас коля зайдет уже даже проходит курс молодой этой байчихи наша свой мужик когда будет тоже будет так рвать штаны ну так что уже пора учиться и жрать умеет готовить убираться вроде умеет а вот штаны штопать мужику еще пока не умеет вот пожалуйста я не планирую как бы этим заниматься конечно будет свой мужик если вы еще будете жить в частном доме то придется штопать куда денется с подводной водки а коли представляете что поехал он в город ему надо было там купить в аптеке перчатки там туда сюда завтра нам надо сходить в поликлинику ну да и купить шашлычка вот но перчатки и стеклышки и как оно для пальца чтоб делать анализ как то так называется не пойму не помню как называется ну в общем поехал туда съездил заездил все говорить ну все буду ехать домой туда-сюда а потом звонит и говорит ну все приехали что ты такой довольный шашландос мы сидим все розы собрались садить если что ну да ну да ну да а теперь никаких розы мы не садим всем скажи привет сегодня ты виделся совсем да я ж написал что-то на видео записал а ты утром записал видео в машине скучно было а да ты сказал всем привет кто-то ведет скуки снимают кто-то он уштопает от скуки ты посмотри что он уштопает офигеть а что мои штаны а сейчас их заштопают и будут мои штаны ну да у меня есть штаны заштопанные ладно так говори что у тебя только одни штаны блин да нет здрасте еще есть заштопанные класс и еще одни заштопанные у тех первых заштопанных я холошь отрезала что ты больше не носил кстати были мои штаны да кого кого выкинула господи те штаны которые отложила уже мыть тряпки мыть полы ты их опять взу а потом я их взяла и отрезала от них холоши чего последнее время мы мыли полу кстати выстиранные холоши лежат у там шкафчики я буду теперь одевать выстиранные холоши нет не будешь ты одевать выстиранные холоши кошмар какой-то так что рассказывай за машину мое что ты рассказал видишь говорю записал что у меня температура шоу с моей температурой так я так и не увижу там дальше пожалуйста 37 и блин вот 37 и 2 что она шаштопает кажи как так можно от корки до корки 72 да офигеть ну чё такое блин а не знаю нормально должно быть уже все нормально общались нормально все было ну чё в дело то не знаю было нормально теперь видишь погода кстати у нас погода была вроде как тепленькая тепленькая сейчас попрохладновела да попрохладновела мам знаешь это идеальная погода для весны для кого весны не знаю как там для весны но для сажания уже роз уже не идеальная погода завтра на спонсаде ну я прямо уже варю у меня что же аж нос заложило как-то странно так а ну ты меряй температуру тяжело померить температуру в общем вот такой у нас день 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 продолжение короче кипишь блин да капец сейчас надо делать биомашину ну надо же потому что завтра на анализ нам мы завтра едем на анализ будем сдавать общий анализ крови а во сколько прям с утра все блин а мне на 2 потом еще на ногти надо как-то да если он машину общее а ты рассказал что с машиной четвертый раз ты же вырежешь я себя чувствую как-то как-то добрый вечер короче вот так сейчас еще и покажу вот там уже не показал сейчас буду блин менять то покажу но ты чтоб менять надо хорошо одеться ну то конечно что мы туда-сюда что мне туда-сюда я бы кофейку бахну я бы тоже что-нибудь бахну я чайник три раза уже ставила не обучаю ну короче не знаю все не представляете просыпаюсь но заложены я такая вся довольна прям счастливая вообще кошмар вчера только рассказывала как мне классно как мне хорошо сегодня это уже позвонил этой нашей врачей в решет такое говорю же третью неделю лечимся но опять заложила говорю мы выпили получается а противовоспалительное потом мы выпили эти как они называются антибиотик потом эти ингаляции делали туда-сюда но правда мы на ночь вчера ингаляцию не сделали да она говорит о какой-то штамп новый не знаю я не говорит у вас не первый случай которые лечатся уже третью неделю и нифига не как бы не помогает что организм как-то вообще не 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 это самое реагирует да она я говорю мне надо давайте мне анализы на этот на коронавирус она говорит вы что с ума сошли говорит их делают только в этом во-первых говорит у вас никакие симптомы не совпадают говорит блин я говорю ну как там же вот в интернете это вот короче то что в интернете это одно это во вторых это вообще у вас не совпадает вообще ничего с этим самым сдадите полный анализ крови завтра вот утром и посмотрим там белки соя что-то там еще они должны посмотреть если там уже что-то по этим анализом будет показаться то тогда уже что-то может быть куда-нибудь вы понимаете что каждому подряд делать их не будут это во-первых эти анализы говорит это тем у кого совпадает то с температурой кто действительно там воспаление легких там и все остальное говорит у вас легкие чистые верну так это же было еще в начале сейчас уже может нет они чисты на говорит так если завтра короче поэтому вид не кипишуйте если завтра по анализам что-то ну покажет что там что-то увеличено но они же там врачи понимают ведь отправлю если вы хотите ведь но вы представляете это говорит о слушать а че я держу а я не знаю как удобно слушай опа ты шо как хорошо видите я же оделась уже готова была идти розы сажать короче она говорит что если по анализам что-то там будет выявлено что-то подвышено привычено то тогда говорит могу назначить этот анализ на вот там ведь но вы представляете у нас инфекционная больница 362 на валах короче но ты не под той мышкой держишь на у нас тут на валах в общем а это такая больница славится знаете такие не очень хорошим делом там можно еще что-нибудь подхватить она говорит она тебе говорит надо с твоим иммунитетом сейчас пойдешь одно а там не сделают вам просто анализ просто без того чтоб лечь надо только ложиться на стационар в общем если я лягу туда на стационар это вообще бред пришла туда здоровая выйдешь оттуда с букетом да можно оттуда нефиг делать выйти с букетом поэтому она говорит что прежде чем кипишевать и все остальное говорит сдайте этот анализ я ведь могу вам назначить могу сейчас написать но ведь мне вас просто жалко а ведь зачем вы пойдете сейчас нахватаетесь там не пойми чего но там все люди говорят кто с чем кто с чем понимаете в общем короче да мы действительно подумали нафиг оно надо если нету симптомов все остальное знаете для успокоения души своей а вдруг потом кому-то не хватит этого да 36,2 у меня заниженная у кули вообще 36,2 у меня 36,6 слушай а ты пользовался этой подмышкой вот этой штукой сегодня нет еще не пользовался странно вот видите вот я же говорю а я и объясняю вы понимаете у нас то получается ниже температура то выше температура тут скачки туда-сюда я говорю ну по интернету смотрели что такое может быть что тоже скакает туда-сюда за выражение по интернету бабушка тоже говорит по интернету ну зачем бабушка это как по телевизору пойти по и телевизору только по интернету уже говорить по интернету в интернете короче в общем это самое начало я же и начала рассказать на виду ну чё вы говорит вот кипишете ладно там уже люди у которых действительно симптоматика подходит а вы что верите всему подряд ну в общем ладно она мне там переубедила говорит сдадите анализы все вот эти вот вам же уже лучше лучше она лучше лучше потом видите опять такое не пойми что она ведь это весна и ведь уже не одни ни один человек обращается с тем что какая-то непонятная простуда именно простуда это даже можно она ведь это даже не грипп она ведь это именно какая-то простуда говорит сейчас понаходилась куча новых вот этих вирусами всего остального да короче с коронавирусом еще один вирус есть ножницы ножницы вот у меня в этом ножницы короче не знаю как там получается но это уже не первые люди вот так вот что лечатся все а ведь оно все вылечивается все но оно затяжное и длительное и понятно что это ну короче в общем то а ведь зайдите анализы посмотрим чуть-чуть также как я у меня три дня был насморк вроде как все чувства у тебя начинают нас мы точно также как у нас тоже начиналась насморка у коли насморк и чих был чих а и чих да да уголе был насморк и чих а у меня насморка не было потому что у меня насморка вообще но редко бывает это сейчас я живу рюшу капец какой-то просто вот а у меня кашель начался ну вот и такое состояние слабое ну короче общем имбиря нет нигде имбирь а ты опять смотрел да ну короче это самое ну и чтобы не было у нас недовольных на канале сразу скажу нас есть маска и коля в маске ездил и коля в маске все там покупал и все остальное так что не надо писать мне опять что мы и больные разносим заразу так что так наши мне уже надоело я живу отвечать всем что нет маски туда-сюда так все еще все еще хотела рассказать да ничего еще скоро пойдет машину делать потому что нам завтра на анализы ехать потому что она говорит а вы чё на маршрутке собрался донима на машине на вот правильно все на машине и в больницу когда будет заходить анализы сдавать желательно заходить из упакованные потому что люди сейчас многие многие с температурой вот с температурой и просто в больнице море людей все остальное говорит поэтому заходите упакованные желательно можно даже в варежках сразу вот кстати варежки купил до 33 варежки ну а нам же завтра стеклышки вот эти все три варежки три варежки и пары нет три варежки я не поняла они что продаются поштучно я думала коли три пары взял он взял три варежки кошмара как так то представляете три варежки я не стал кататься но дальше у него лопнула вот эта фигня в машине поэтому куда ему дальше кататься ну сейчас сделаешь машину до завтра будем ехать и надеюсь а ну там рядом аптека есть надеюсь нам надо было вообще набор это будет 1 2 3 4 аптеки точно да нам надо прям набор купить именно для анализа это там стеклышко как но не ножичек как она называется как он скарификатор называется то что палец к помню вспомнила скарификатор а что сознание боится потерять к жалобам закрываешься просто глаза закрываешь и все ничего-то я видел зачем глаза закрывать просто отвернуться не но когда палец колешь ты знаешь когда она будет те колодки она прямо так вот делает и И когда она останавливается на секунду, ты уже понимаешь, что она будет кровать. Да, ради Бога, тогда совсем не больно. Коля у нас этот, у него зубы и, ну это же с пальца кровь. И у него этот, из вены когда кровь, или папельница, у него все, у него сознание теряется. Он там прямо чуть ли не умирает и все кошмар. А кто там умирает? Да кто ты? Кто там умирает? Я лежала, короче, я не знаю, уже эту историю рассказывала. Лежала, в общем, я в больнице после операции. Я ничего не боюсь. А он сейчас так бедный нервничал, нервничал, что его обсыпало тело там. Вот, и он пошел в этот, ну короче, как он называется, в больницу ж, инфекционную, как оно, кожвен, да? Кожвен. Кожвен пошел, весь такой в точечку, блин. Вот, а он думал, мало ли, цинтули ветрянку тоже. Он говорит, нет, это обычная, говорит, на нервной почве, закрой дверь. На нервной почве чувство такое бывает, называется розовый лишай. Ой, короче, розовый лишай. Вот, и ему надо было колоть эти, оно не передается, ничего, оно просто на почве, вот, я же говорю, нервы выскакивают. Вот, и ему надо было колоть укол в вену. Горячий. Вот, и, значит, ему, ну, ему же ко мне в больницу надо было бегать после операции. Мы один укол там сделали. Нормально. Один укол ему сделали сразу там, в этом. А потом каждый день по одному разу, да? Да. Каждый день по одному разу. И так совпадало, что он говорит, ну блин, я все равно, чтобы одна больница на одном краю, другая больница моя на другом. Ну, ведь все равно я буду это, договорить с девчонками, с медсестричками, чтобы они мне там штрекали уколы. Ну, я говорю, хорошо, договорюсь. В общем, а у нас, Коля ржет, она, залазь сюда, вот, ржи. Вот, говорю, хорошо, договорюсь, блин. А у меня Татьяна, это она у нас была главная медсестра, вот, в больнице. Я говорю, Танюш, я говорю, так и так, говорю, мужу он приписали эти вот, вот эти уколы, все такое, у него даже направление есть, вот эта бумажечка. Я говорю, он покажет вам, будете ему делать эти вот уколчики, вот. Она говорит, что, да, без проблем, господи, что там. Я говорю, ну, правда, что в вену надо, все такое. Она, ой, да, ради бога, без проблем. Ну, в общем, пошел Коля с ними в процедурную, да. Привели тебя или как? Или она пришла просто? А, она пришла мне. Я говорю, о, Антюш, ушли они все. Я говорю, о, они, понял, а где Коля? Она говорит, что, отходит твой Коля. Я говорю, в смысле? Я говорю, шмякнулся нам там в этот, в обморок. Я говорю, как шмякнулся, а, не ржутся, вот это мужик, говорит. От этого, от укола, значит, в вену шмякнулся в обморок. А потом последующие разы они тебя прямо у меня в коем-палате делали. Да, у меня в палате, я что-то лежу со спиной, мне же нельзя вставать. Я подвигалась, и он рядом со мной прилаживался, в палате на этот, на, ну, так просто ложился. Опускал руку, и мы делали, шмякали укол. Ой, цирк на друте. Потому что он сидел, поняли, а потом ему сделали укол, он и поплыл, короче. Они его там словили, ели-еле. Они просто говорят, мы просто не ожидали, что будет такой эффект. И вот, ну, его нафиг, пускай еще ложится рядом, муж, держи его, короче. Если будет шмякаться в обморок, чтоб не хоть не упал. Вот такой у нас Николай. А зубы и уколы это для него, да? Уколы это вообще капец, жесть вообще. Короче, вы поняли, все мужики, наверное, врачей боятся. Так что я не боюсь вообще? А, ну, конечно. Я не трусь, но я боюсь. Кроме уколов. О, а ты мне сюда вообще ни сахара, ни фену? Нет. Молодец, спасибо большое. А что, ты же сахаром не пьешь? Ну, мед же. Ну, мед не за горячий. А, ну, тогда сыпал, долил бы математически, а потом бы мед. А, ну, сейчас сделаю. Ну, короче, все, переоделась в рабочую одежду. Собралась, разобралась. Да, посидела, склепала за то видео в одно. Вот, теперь я могу смело иди переодеваться в домашнюю одежду и разогревать обед. Какой обед, шашлык-то будем жарить? Здравствуйте. Так ты же ужин уже будет. Что? Ужин. Какой ужин? А что, нет? Я еще и не завтракала вообще. Не, ну ты понятна, ты проснулась только осень недавно. Даша, ты у нас вообще ночная жрица. Здрасте. Муха, девочки и мальчики, дайте ляпалку мне скорее. Нет, ляпалку. Ляпалку найти где-то, я не знаю, где мы их запихивали, да, куда-то. Ну, в общем, вот так вот мы сидим на карантине, да, что у нас курсы шитья проходят, курс молодой хозяйки, понимаете, бойчихи. Коля у нас учится ремонтировать машину, да. А там механиком заделался. А я почти розы посадила. Здрасте. Так все так. Кроличку, кстати, пересадили. Ты уже показал? Не, не показал. Не показал. Кроличку мы уже одну пересадили. Я только в машине записал люди, и все. Понятно. А утром не записывал. А так что так? А я же... Что такое? Ну, все. А я утром сказала привет-привет, и все. И что, у меня что, кто отлег? Всему сказала привет? Да. Я в окно говорю, ой, всем привет-привет, все у меня пасмурно. И кто меня отлег, и я выключила камеру, и все. Я в номер. Не знаю. И я. У меня не было. Не знаю, кто меня отлег, но, в общем, вот так вот оно получилось. Так что такие пироги. Да? Да. Чем другие люди занимаются на карантине? Кто чем? Звезды записали видео. Какие звезды записали? В смысле? А что они записали? Ну, эти российские. Типа, этот, Гудков, короче. Гудков с Сурган там песню сделали. Типа, что-то про карантин. А, самоизоляция. Самоизоляция. Не знаю, но по этих песен по интернету ходит море. Вот. И типа все по видео записали, по кусочку видео, что они делают на самоизоляции. И что кто делает, интересно? Так посмотри. Что звезды могут делать на самоизоляции? Это мы тут не знаем, чем заняться, блин. Что же они делали до этого? У них развлекухи, наверное, дома, знаешь, сколько? Не, ну кто-то убирает, кто-то что-то. Ну, а когда все поубираешь? Самостоятельно? Да. Они, ну да, горничных поувольняли, теперь убирают сами, да? Не, ну что, если так рассудить, то тут работать себе можно море найти, особенно в частном доме. Я же говорю, я так людям завидую. Вон, пожалуйста, работают на улице, на огородах, там, шимушах. Вон, картошку сада во всем. Что, серьезно? Люди картошку сажают, что-то еще делают, понимаете? Вчера соседи наши, Антон, напротив сажали картошку. Опять прямо под столбиком у нас вырыло ямку, блин. Господи, столбик хоть не попадает, блин. Нет. Ты же их зацементировал. Вообще-то мы должны были впервые их прийти туда и натыкать чего-то. Чего ты там натыкаешь? Блин. Палок. Как его? Шифер. Шифер. Ну, там натыкаем, там же есть полоса. Короче, в общем, а я не могу. Вышла сегодня на улицу, счастливая, довольная, тепло, все хорошо, походила туда, походила сюда, чувство начинает между лопаток болеть. Это что значит? Это называется ерунда какая-то. Самовнушение. Называется. Так какое самовнушение? Причем самовнушение? Я же не могла себе на внушать 37 и сколько там? И 6. Так, у тебя 36 и 6. Нет, сейчас 37 и 2, а утром было 37 и 6. Тоже, понимаете? Не пойми шо, не пойми кого. Так что вот такие вот пирожки? Вот. Ну, а в остальном во всем все у нас нормально, да? Да, весело. Ну, весело. А коли сейчас я тебе менять всю помпу, что там ему менять? Что у тебя там? Термостат. Термостат. Менять термостат? Я покажу вам сейчас. Сейчас возьму вас с собой и покажу. Да, он сейчас... Где ее брал, где ее брал, в магазине, по-моему, брал. Короче, сейчас все делается для того, не как раньше. Знаете, в СССР сделали. Если лопату купил, то ця лопата еще детям и внукам достанется. Да, да, да. Это такая, знаете, на верочку. А сейчас делают шо? Делают специально такие лопаты, чтобы ты там пару раскопнул, ну, на сезон максимум. И то на сезон не хватает. Не хватает. Не хватает на сезон. Держаки ломаются, это ладно, но держак можно втулить. А она полностью переламывается, понимаете? Или вот эта лопата в разные стороны гнется. Вот, короче, понимаете, сейчас делают на сезон, потому что нужно продавать. Да. Нужно, чтобы продажа шла. Поэтому делают из говна, делают говно, чтобы это говно выбрасывали и новое говно покупали. Такая... Короче, рассказала. Из говна делает говно, чтобы это говно покупали и что-то там продавали. Да, и потом это говно выбрасывали. Ну а шо, блин? Не, вам серьезно, да, вообще делать. Это кошмар. Шо детали для машины, шо, блин, вот эти лопаты, сапки и все остальное, блин. Да шо, сейчас не купишь, да? Да. Это кошмар, короче. Сейчас лучше, блин, покупать запчасти на машины, это, блин, искать на OLX у, не знаю, там, у детков в гараже завалялась еще с СССР. О, вот это может быть, да. А вот то, что сейчас продают, блин, в натуре, фуфло, блин, полное. Говно. По-китайски, все, блин. С ума сойти. С ума сойти. Ой, цирк на дроте, короче. Да. Я же говорю, ну, то же самое, как этот, читаешь, блин, вот эти вот пасхальные веночки с яйцами красивые, там, пасхальные, вот эти наклейки с крестиками, боженькой, там, все остальное. Кто, вы думаете, делает? Китайцы. Конечно. Как? У них же пасхи, что нет? У них же нет пасхи. Так при чем? При чем? Они просто... Это производство. Производство. Они зарабатывают денежку. Так я не могу понять, им кто-то заказывает это? Ну, конечно. Здравствуйте. Там же даже написано по заказу, там, 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 там. Да, шмай, вы понимаете? Наши не могут наштамповать крестиков. Крестиков не могут наштамповать и сделать вот эти пенопластовые яйца для украшения, понимаете? Они делают заказ китайцам, чтобы китайцы нам присылали. Так что так. Ну, в общем, вот такие вот у нас пироги. Поделились мы своими мнениями и разговорами. Сейчас сядем ингаляцию и сделаем. Вот, а потом Коля пойдет делать машину. Так что так. А я что-нибудь тоже поделаю. Шашлык будем есть? Ну, будем, да? Конечно, будем, я осуществляю. А я завтра на улице домой, а будем посмотреть по новой. В общем, так, отключаюсь, потом еще что-нибудь запишем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok